Александр Васильевич, что-то вы нам очень интересное принесли. Это прям настоящая баннер, который ставится на учебные автомобили. Он с подсветкой. Да, включаем, можем включать, можем включать, но это как раз ставится на учебные автомобили, на котором мы в нашей школе учим наших учеников. Спасибо, можно я заберу, подержу? Ты что, будешь ставить его на свой автомобиль? Нет, я же умею ездить. Спасибо большое. Это шикарный подарок. Это один из центральных у нас. В нашем музее соседского ай-файда. Александр Васильевич, у нас есть еще для вас одно маленькое задание. Испытываем всех гостей. Испытываем всех гостей. Ситуация, вопрос, почему не едет машина? Получила я права, полгода прошло, еду на машине, машина встает. Настоящая история. Настоящая история. Встает, не едет, я в панике, потому что время опять, шестой час, пробка. Я в истерике звоню своему инструктору, говорю, Аслан, дорогой, машина не едет, что делать? Он там перестраивает... Мне очень нравится именно Аслан. Перестраивает маршрут, приезжает с учеником ко мне. Посмотрел, сказал, да все же просто, что ж ты. Так он, бензин кончился. Да! Много у вас таких учеников? У нас нет, потому что мы всегда заранее собираемся забрать автомобиль. И объясняем сразу, что это такое. Ну раз все так получилось, пойдемте писать программу. Компьютеры становятся все умнее, российские пользователи атакуют виртуального монстра Момо, а нас с вами в ближайшее время ждут новое правило сдачи экзаменов в ГИБДД. О чем говорит город, говорим, и мы обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилла Васенин и Лидия Шваева. Подключаемся! Кирилл, Кирилл. Кирилл, Кириллушка. Кириллушка, Кирилл, да. Вспомнить первую строчку нашей с тобой самой любимой песни. Это которая пластмассовый мир победил? Да, мне кажется, он близок к победе, потому что Федеральный институт педагогических измерений считает, что к 2030 году развернутые ответы школьников на экзаменах ЕГЭ смогут проверять компьютеры. Сейчас компьютеры проверяют тесты, но там все просто. А к 2030 году они будут проверять развернутые ответы. То есть, грубо говоря, оценивают творческую составляющую ответа. Да, да. Считается, что к этому времени искусственный интеллект будет развит настолько, что сможет оценивать ответы участников экзамена. Но если он будет развит настолько, может быть, он нас вообще заменит на всех фронтах? Да, я все больше и больше опасаюсь сценария Терминатора. Ты же смотрел Терминатора? Да, безусловно. Мне кажется, это вообще какое-то скачкообразное развитие искусственного интеллекта, которому вот сейчас из каждого утюга, мне кажется, веришь, что искусственный интеллект, нейросети, все это учатся. Мне кажется, это прям так... Мне кажется, нас скоро заменят. Мне кажется, что... Кирилл Васильевич, давайте-ка двигаться. Сейчас мы здесь двух квадратов с электричеством посадим, и он будет за вас тут вести передачу. Нет, один будет круг, другой квадрат. Меня опять назвали жирным. История с виртуальным монстром Момо. Слышал ты об этом? Примерно вот так, посмотрите. Момо, да, вот это вот страшная птичка с грудью на лапках. Это Момо. Сейчас прямо, я не знаю, открываешь интернет, и все супер-пупер-мега-блогеры с тысячными-многотысячными подписками, они звонят этому Мому, они ему пишут, говорят, что это такой монстр, который все знает про тебя. Ну, типа бота, который... Хакеров, может быть, они всю информацию из твоего телефона находят про тебя и, в общем, могут использовать это, опять-таки, против тебя. Но наши российские пользователи настолько активно накинулись на этого Момо, они просят его скинуть денег, пардон, показать грудь или еще что-нибудь такое, что очень многие номера телефонов этого самого Момо, они оказались недоступны, ну, не выдерживает товарищ атаки наших российских пользователей. Но я все равно боюсь им не писать. Вот ты бы написал, кстати, Момо? Ну, слушай, на самом деле, чем может быть это плохо? Чем плохо, вот. Чем может быть плохо? Для уравновешенных людей, для взрослых с устоявшейся психикой, наверное, и ничем. Потому что, ну, написал ты Момо прикол ради вот на этой волне хайпа, да, просто тебе стало интересно. Ну, хакеры, допустим, за этим стоят какие-то хакеры, ну, вскрыли они твой телефон, ну, и пишут тебе в ответ, вот у нас есть там твоя фоточка, может быть, не очень приличная, да, давай 10 тысяч рублей, и мы, в общем-то, от тебя отстанем. А ты говоришь, идите лесом и блокируешь, потому что, ну, ты понимаешь, ну, господи, ну, они не будут из-за этой фотки возиться, потому что, ну, ты не Оля Бузова. Да, моя фотка явно не появится где-нибудь на большом экране, на звездном и так далее. Конечно, конечно, и они просто отстанут. Намного сложнее дела обстоят с подростками. Вот это вот может повториться история с синим китом. Когда злоумышленники, они получают всю информацию о подростке и начинают писать, мы все про тебя знаем, там, у тебя то-то, у тебя это. И, насколько известно, вот это люди, которые за этим стоят, в России, по крайней мере, они начинают вот эту схему синего кита раскручивать. Они дают задание, там, иди, сделай это, иди, сделай это. И, правда, история, по-моему, то ли в Аргентине, то ли в Бразилии девочку довели до суицида. Но, как бы, мы знаем, что и в нашей стране это тоже может повториться, поэтому, ну, детей надо защищать. Но пишите, не пишите никому незнакомому. Неизвестно, к кому может попасть информация о вас, и неизвестно, как эти люди могут ей воспользоваться. На самом деле, клюют, скажем, в большей степени вот на эту страшную картинку. Ну, на самом деле, уважаемые наши юные, наши зрители, на самом деле ничего в этом сверхъестественном нет. Момо или момо, это всего лишь навсего. Вирус, бот, мошенник. Нет, вот такого вида статуэтка, которая была сделана для одного из комиконов в Японии. То есть это, грубо говоря, голова, под головой, волосами, там, грудь. Да, и лапки пыльные. И родителям еще раз огромная просьба. Будьте внимательны к своим детям, следите за тем, в каких группах в социальных сетях они состоят, с кем они переписываются. Потому что, к сожалению, я не знаю, это какая-то больная примета нашего времени, что так много извращенцев, которые почему-то желают зла детям. Печальную новость принесла нам прошедшая неделя. Да, к сожалению. Человек, на чьих сказках выросли и мы, и многие-многие-многие жители нашей страны. Мне кажется, все, кто сегодня живет в нашей стране, все они знают. И Кота Матроскина, и Шарика, и дядю Федора, и уж Гена с Чебурашкой тем более. Но, да, друзья, к сожалению, ушел из жизни Эдуард Успенский, наш любимый писатель детский. Книги, мультики которых, наверное, можно смотреть, читать, пересматривать и перечитывать много-много-много раз. Мне кажется, что это такой пример абсолютного таланта. Потому что у него нет литературного образования, но какие образы он создал? А какие фразы крылатые? Просто вот, мне кажется, иногда ты с кем-то разговариваешь, говоришь фразами того же Матроскина, и даже не отсекаешь, что ты говоришь фразы из детской книги. Да, вот мой муж часто говорит, вот был бы у меня такой кот, я бы, может быть, и не женился бы никогда. Или вот это вот, да, про фигвам, да, фигвам называется. Ведь он по большому счету называется по-другому, как же фигвам, по-моему, как-то так. Да, да, да. Ну вот как только Шарик сказал, что это фигвам и нарисовал. А вот, наверное, ты, как работник телевидения, не единожды слышал свой адрес фразы, что нашу маму и тут и там показывают. Ничего себе, да, технологии дошли. Какой милый чебурашка, ну как можно было придумать такого чебурашка? Да, вот этот вот его чебурашечки, да, давай я понесу твои вещи. Чебурахнулся, опять чебурахнулся. Что-то мы с тобой потонули в воспоминаниях и ностальгии. Предлагаю, Кириш... Это первый признак старости. Давай узнаем у саровчан, какие цитаты из книг, мультфильмов по книгам Эдуарда и Успенского они знают. Ира, иди спрашивай. Ребята, отвечайте нам. Алло, а кот Матроскин не может подойти к телефону, он слишком занят, он на печи лежит. Как кто написал эти знаменитые строки? Эдуард Успенский. Его произведения любят все и даже иногда цитируют. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, но у нас денег нет. Шарик, ты бомбес. Чебуреки, да, чебоксары, чебурашек нет. Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня. Мы строили, строили, наконец построили. Я был когда-то странной, игрушкой безумянной. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Я, конечно, не следую принципам кота Матроскина, я ем колбасу, как и все, колбасой кверху. Ну, думаю, наверное, ну пробовала, пробовала, все-таки колбасой вниз. Я думаю, что это вкуснее, это действительно вкуснее. К сожалению, день рождения только раз в году. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А тем временем к нашему соседскому Wi-Fi подключился гость, и гость непростой. С богатой историей о нем чуть больше мы расскажем чуть позже. Александр Васильевич Зудин. Здравствуйте, Александр Васильевич, подключайтесь. Для начала к нашему соседскому Wi-Fi. Вбивайте свой телефон. Какой у вас модный телефон? Да. И что самое интересное, в нем тоже есть Wi-Fi. Наш Wi-Fi соседский, ловят все телефоны. Какой пароль у нас, Кирилл? Итак, сегодня пароль автомобиле, автомобиле, буквально все запланировано. Хорошо, согласен. Отлично. Согласен. Все, он с нами, ура. Александр Васильевич, не случайно вас пригласили в эту студию. Очень много ходит слухов про автошколы. Все время что-то нам обещают, чем-то нам грозят. Очередная информация, что к 2020 году кардинально изменится правило сдачи экзаменов ГИБДД. Исчезнет автодром, вы человек, который в автошколах, вообще знаете все, бывший автогонщик, мастер спорта по автоспорту. Владеете, наверное, старейший, директор старейшей автошколы в Сарове, призер российских соревнований по автоспорту. Перечислять ваши реалии можно бесконечно. Вас пригласили разобраться с автошколами, со слухами, которые сходят вокруг автошкол. Вообще, как это все устроено? Как мы будем без автодрома сдавать экзамен? Скажите мне, как же без этого тещиного кармана? Что такое? Я немножко в историю. Значит, 2008 год. Я знакомлюсь, судьба свела. Знакомлюсь с парнем, с нашим российским, который в Германии, у него брат автошкола занимается. В Германии? В Германии. И у нее нет никаких автодромов. Маленькая площадочка, на ней только учат старт, тормоз и повернуть налево-направо, и включить коробку передач. А дальше они все делают только в городе. Вернемся в Россию с Германией. Возвращаемся в Россию автодромами. Нашим думакам, извините, в этом самом, в России скучно. Они начинают вечно нам что-то дорабатывать. То правила дорожного движения, то обучение в автошколах и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, они решили пойти по пути. То есть, те фигуры, которые возможно обучать в городе, обучаем в городе. Те, которые нет, оставляем на автодроме. Это как раз о том, что вы сейчас мне не говорите. То есть, получается, боковая парковка или еще чего-то. Боковая парковка можно сделать в городе. Ее обучать там. Это же очень страшно. Господи, понимаешь. Эстакада. Эстакада, вы знаете, это заехали, там что-то сделать и так далее. Это можно заехать, если переносить к нашему городу на улицу Симкино-объездную. Вот он подъемщик, и пожалуйста. Чтобы никого сзади не было. Ну, это уже другая песня. То есть, и пародия в скратце. Единственное, что там может остаться, это змейка, которую мы в городе нигде не делаем. И опять же, сколько раз мы проходили, с телевизора уже громко кричат. Все, мы тут, давайте сейчас, вот завтра мы начнем. Потом, подождите, вот когда будет где-то в печати, когда уже действительно написано, что утвердило правительство, или президент подписал, или там, я не знаю, премьер-министр. Вот тогда и будем уже решить. То есть, пока мы не суетимся. Абсолютно верно. Давайте немножко поговорим вообще про автошколу. Как они устроены? На примере, вот вашей автошколы ДСАФ. Она, как мы уже говорили, одна из старейших в Сарове. Поэтому, и вы уже сказали, что собаку на всем этом съели. Вообще, как устроена автошкола, какие задачи стоят перед автошколой? Вот это справляется, кстати, вопрос. Да, правила, правила дать ученику, научить его ездить, или просто натаскать, чтобы он сдал экзамен по фигурам. И ушел там, когда что-то. Получить права. Вот получил права, мы выполнили задачу, или все-таки научить ездить? Задача у всех автошкол, у всех абсолютно, не только у нашей, задача у всех, как минимум дать навыки вождения, чтобы человек мог поехать на автомобиле. То есть, в городе, в реальных условиях. Да, о чем идет разговор? Допустим, наша школа ДСАФ. Вы знаете, как в том знаменитом фильме «Берегись автомобиля», что уж мы там только не играем. Вот, значит, у нас мы учим именно зимнему вождению. То есть, что это такое? Летом, если. Летом, да-да-да-да. И все равно зимнему. Зимнему. Как это? Это очень просто. То есть, на нейтральной передаче наши ученики не катаются. Всегда едет на какой-то передаче. Всегда. Второе, лично мое понимание вот этого обучения, учиться, конечно, лучше зимой. Почему? Потому что, если ты зимой научишься ездить на машине, все в пользу. Ну, простите, зимой сложнее сдать экзамен. Я сейчас не про экзамен. Экзамен – это, по большому счету, лотерея. Наша задача, вот и у любой школы, и у нашей в том числе, научить, я еще раз повторяю, вождение и разбираться в основах правил безопасного движения. То есть, чтобы он мог ехать по дороге и точно знать, а почему это сюда едет, это сюда идет. Вот это делает автошкола, именно это. И как этой штукой управлять? А вы хоть раз задумывались, кому легче находиться на дороге? Кому легче? Пешеходу или автомобилисту? Кого больше проблем? Больше проблем у пешехода. Я думаю, что у автомобиля. Больше всего проблем гаишников. Точно. Походу у них, короче. Вот смотрите, вы пешеход, вы идете по дороге, вы делаете одно действие ногами, вы идете, правильно? Вы ногами разгоняетесь, вы ногами останавливаетесь, вы ногами выполняете поворот. И только глазами выполняете действие, куда же вам идти. То есть у вас задействовано два, образно говоря, органа. Глаза и ноги. А у водителя? Руки, ноги. Хвост. Точно. Так вот водитель... Объединить такие против меня тут вообще. Так вот смотрите, еще слух, глаза. Умница, Кирилл, подожди. Так вот что происходит с пешеходным. Вы в любой момент уже можете изменить, потому что у вас скорость небольшая. Водитель, ему надо, он сидит в машине, да, его дождь не может ничего, все замечательно. Но ему надо руками управлять, это куда машина едет, ногами как она едет, останавливается или разгоняется. И глазами следить за всеми, кто куда идет и все куда едет. Так вот в разы, в разы водителю сложнее выполнять свои действия, чем пешеходу. Для этого водитель идет в автошколу, учится там долгие месяцы. И вот ему, пожалуйста, объясните, чтобы ему было простенько за рулем, чтобы нас, пешеходов-то, не щемили. Я, вот сейчас я, ой, как за пешеходов стоит, а посмотрите-ка на нее, а? Потому что я хожу пешком. Вот пешеходы сходят по тротуарам, правда? Там они хозяева. Да. Не обсуждается? Не обсуждается. И если автомобиль выкатывается на пешеходный переход? Вы начинаете пинать, легать нас, ты куда поехал, это наша территория. А дорога, это территория водителя. Кроме пешеходного перехода. А, одну секундочку. Нет. У нас есть регулируемый перекресток. Это светофор, как в нашем городе. У меня с палкой мы практически не видим. Вот где светофор, там пешеход по этой зебре хоть кверх ногами ходит пускай. А вот там, где нерегулируемый. Вот все почему-то пешеходы хорошо знают правила дорожного движения, что обязан делать водитель. А свои правила нет. Так вот, прежде чем вступить на проезжую часть, пункт 4 и 5, правила дорожного движения, обязанности пешехода, прежде чем туда вступить, он должен убедиться, что к нему никто не перебивает, я так говорю, я вас слушал внимательно. То есть он должен убедиться, что машина не подъезжает к нему ни слева, ни справа. А у нас сейчас что происходит? О, зебра, мне сказали, меня обязаны пропустить. Хоп, под колеса. И даже не видишь, что машина не может, просто он физически зимой не может остановиться. По-моему, в 81-м году я в эту ситуацию попал, ой, виноват, в 84-м году я сам лично в эту ситуацию попал. По улице Мира, ехал на микроавтобусе и так далее. И вот этот лед, а самый страшный для водителей, это как-то припорошенный лед. Согласен, да. Да, и в этом пешеходный переход у нас с вами через Мира в старом бюро пропусков. Да. Старушечки переходят. Я по тормозам. А Рафик это такая машина, которой надо действительно мастер-спорт, чтобы умение на ней ездить. Я и так снимаю, у меня уже регалий хватало. Я и так с ней борюсь. Со старушкой? Да не со старушкой, с Рафиком. Со старушкой нет, вы сейчас будете другого происходить. То есть и там небольшой уклончик. И я начинаю, а умом понимаю, то есть все, она ход потеряла, все, уже тихонько, а уже, извините, хорошо голова работает, она по-любому не остановится, машина. Я открываю окуно, старушечка идет. Я говорю, извините, я не останавливал машину, вы хоть на меня-то посмотрите, она прямо вот перед собой идет. Звучит мне фраза, вы обязаны меня пропустить. Я говорю, да я бы рад, но вы посмотрите, я машину не могу остановить. Ну, представьте, я бьюсь там, сижу в этой машине. Вот. Причините, что это было, как ты била на тракторе била. Примерно так, я там эти педали топтал со страхной силой. Вот, по-всякому. И она поднимает голову и потом понимает, что она медленно, еще раз говорю, очень медленно, она просто ползет от машины. И она так, взяла, остановилась, я до нее не доехал, где-то, наверное, метр, но заехал, заползнулся, она просто такая, прямо чуть-чуть. И она встала. Дальше мне случалось, а, неубиенная. Не умеешь ездить, нечего тут ездить. А я еще раз говорю, я почему сейчас стою. А я напомню, что с нами тут сидит мастер спорта по автоспорту. Мне было почему обидно, я все сделал, я точно знаю, что я все сделал, при тех моей, так сказать, я все сделал, чтобы она остановилась. И если я вижу, что у нее не останавливается, я предупредил, а человек, вот ему вбили в голову, что он прав. Ну, подождите, я вас сейчас так верну очень плавненько к автошколам. Нас, пешеходов, не учат переходить дорогу, как надо. Автошкола готовит водителя. И, как вы говорите, она учит его ездить, не просто нацеленно на получение прав. То есть, вы должны объяснить не только правила дорожного движения, но и какую-то этику поведения. Вот вообще, что вы объясняете новобранцам? Как правило, на первом занятии, не занятие, а собрание, когда я собираюсь, люди сидят в классе, я им говорю, ребята, вот сейчас вы все являетесь пешеходами, и вы все ненавидите водителей. Но через два с небольшим месяца вы все кардинально поменяете свое мнение, и все будете ненавидеть пешеходов. Почему? Потому что вы поймете, что сложнее ехать на машине, чем идти ногами. Просто сложнее. Так вот, чему мы мучим? Очень много машин в городе. Очень много. Очень тяжело выехать сейчас из двора или откуда-то, и поехать на эту работу. Но обратите внимание, как раз этика вот эта растет именно у водителей. Кто-то остановился, кого-то выпустил, пропустил, поехал. И чем дальше, тем больше. Я вас уверяю, сейчас вот те, кто смотрит нашу передачу, такие вот сплеснули вот так руками. И начали говорить своему соседу по телевизору о том, что там вообще в городе ужасно ехать. Ушечкам, машинкам с ушечками, с буквой О, как правило, уступает дорогу. Да вы что? Я сразу в сторону. У нас один, я не буду говорить, кто в городе, человек поехал на учебной машине в Москву. Приезжает назад, копеечка была машина. Помните же, были копеечки? Приезжает из Москвы, говорит, что теперь только на учебке буду ездить в Москву. Пять метров спереди никого, пять метров сзади по бокам. Бояться. Учебная машина. Хотя, знаете, была такая у меня история забавная. Заглох он на повороте, ушечко все сверху там. Ну не могу я, не справляюсь, путаю педальки, все. Мужик сзади сигналит, сигналит, сигналит. Я еще больше нервничать начинаю, все там у меня паника, истерика, и бросай руль. Он меня обгоняет и в окно. Ездить сначала научись и уезжай. Ёлки-палки, а я чем тут занимаюсь в учебной машине-то? Ездить учусь. А что там взрывок в учебной машине? Он забыл, как он сам учился. Он что, сел и поехал? Ну, видимо. Ему обучали, его рассказывали и так далее. Так вот, чему там стараемся добиться? Первое, это чтобы человек, мало того, что он осваивал эту машину, что это такое, как на ней двигаться, почему она едет. Надо понимать, что почему она, и что ты от нее хочешь. И второе, именно вот этому поведению на дороге. Подожди, даже если прав-неправ, машин потом все равно делать. Точно так же и с пешеходами. Обратите внимание, как прошла какая-то деградация у людей. Именно деградация. Они страх потеряли, особенно молодые девчонки. По пешеходному переходу в наушниках он даже не слышит, что машина едет. Молодые девчонки, ну здрасте, приехали. Нет, молодые. Плюс девчонки. Плюс девчонки. Они даже не верят, вот как вы, я пешеходный переход обязан. Еще раз повторяю, водитель ничего не обязан. Он едет по своей дороге. И когда вы вступили на эту дорогу, вот тогда уже берегите свою жизнь. И мы этому учим, чтобы... Ну это да. Да, я, закон на моей стороне я должен остановиться. Кто вам сказал, где вы этот закон прочитали пешеходам? Здесь я с вами соглашусь, если меня собьют, мне уже будет все равно, право я или нет. Ну помимо у нас водителей и пешеходов, на дороге у нас могут появляться кто? Велосипедисты. О, беда. Вот да. Как взаимодействовать водитель с велосипедистом? Кто прав, кто виноват? Велосипедисты, велосипедисты по закону и вообще по правилам должны ехать по крайней правой полосе. Так она заставлена машинами? Вот здесь у них разрешение есть по тротуарам. По обочинам. Это их право ездить. То есть ни один пешеход не может сказать велосипедисту, а почему ты ешь по тротуару. Потому что он может там даже. Я понятно объясню? А знаете, что меня злит? Они еще и по зебре едут. Все велосипедисты, знайте, если вдруг вас собьют на пешеходном переходе, и не важно на каком, на регулированном пешеходном переходе, нерегулированном, вы точно проиграете субъеденный процесс, потому что вы нарушили правила дорожных денег и спровоцировали аварию. Почему? Потому что вы едете по пешеходному переходу, то есть там место перехода людей. Мне кажется, вообще, в принципе, все проблемы будут решаться ровно в тот момент, когда все участники дорожного движения... Начнут уважать друг друга. Начнут уважать друг друга. Все начинается с уважения друг друга. Все просто. Да, я с вами согласен. Но для этого надо, чтобы мы все понимаем, что мы делаем. Слышат вас ваши курсанты вообще или не очень слышат? Какие проблемы с обучением возникают? С обучением, вот как раз я сказала про деградацию. Раньше человек, когда приходил к нам учиться в автошколу, он что делал? Он знал точно, что он у него будет учиться, ездить на машине. И он просто это видел. Сейчас этот компьютер сбил всех. Вот просто взбил всех. Они все в компьютере, все герои, чемпионы, ну каждый второй шумахер. И вот он приходит ко мне, о, о, я права хочу, о, есть эта машина. А я там в компьютере гонял уже, да? И вот как раз этих людей, подожди, это компьютер. Там ты на 5 баллов чемпион мира и все согласен. А здесь-то она живая, вот тут люди живые, вот эта машина. Физику еще никто не отменял. Умница. Так вот и получается, сейчас очень тяжело человека перестроить на то, что это реальность. Человек никак не может понять, что он едет на машине. И что он там что-то делает, должен для безопасности своей и пешеходов. Как нужно относиться к учебе в автошколе? Вот ваши пожелания новобранцам. Мое желание новобранцам вообще отнестись к этому серьезно. Какие проблемы не были в жизни? Если вы хоть раз в жизни подумали о том, что я хочу права, значит надо все бросить. Прийти, отучиться, получите эти права, получите эти именно первые навыки управления автомобилем. И после этого уже продолжать свою жизнь. Потому что мы права получаем один раз в жизни. Я предлагаю прерваться на обзор интернета, а потом вернемся к нашей нетрадиционной рубрике. Владимир Путин пожаловался на недостаток позитива в соцсетях. ЛДПР предложил вести регистрацию гироскутеров, сегвеев, моноколес и электросамокатов. А пока хоккеист Евгений Кузнецов елась привезенного им в Челябинск Кубка Стэнли настоящие русские пельмени, Международный Олимпийский комитет ночами не спит. Думает над тем, чтобы исключить хоккей из программы зимних олимпийских игр в Бекине. В детском лагере в Новгородской области воспитатели внесли в черный список исполнителей, которых нельзя ставить на дискотеках, Бузову, Тимоти, Элджея, Монеточку и Фейса. Киркорову тоже досталось, видимо, синий, не самый любимый цвет настроения у воспитателей лагеря. Впрочем, давно пора. Давно пора воспитывать музыкальный вкус у молодежи. Очень странная новость пришла к нам с канала Мэш. В России прах умершего человека теперь можно набить на себя в виде татуировки. Как это делается? Вы кремируете своего родственника, забираете прах и относите в специальную контору. Она отправляет его в Англию, где прах смешивается специальными красками, стерилизуют и присылают вам. Для того, чтобы использовать прах уже умершего родственника, его разрешение не нужно. А вот с еще живыми людьми придется заключать договор. Между прочим, данной услугой воспользовался уже 21 человек. Как сообщает канал Медиаликс, китайская торговая площадка Алиэкспресс перешла к массовым репрессиям. За попытки обманывать продавцов и требовать возврата денег за нормальный товар, которым прибегают некоторые покупатели из России. Уровень мастерства мошенников так высок, что Алиэкспресс стало проще банить тех, у кого число споров превышает определенный лимит. Какой именно, неизвестно. Но говорят, что если на 10 покупок открыто 8 споров, то аккаунт будет заблокирован. Впрочем, у пользователей всегда есть возможность подать апелляцию. Нешуточные страсти разгорелись на международной арене из-за шоколада Аленка. Он так понравился китайцам, что они не стесняясь взялись подделывать наше любимое лакомство. В России молчать не стали и подали жалобу. Но китайская сторона заявила, что нарушений нет. Встречайте, шоколад Алунка в лучших традициях Поднебесной. Я себе выписал 20 вопросов, все связанные с безопасностью дорожного движения, с правилами и так далее. За одну минуту я буду начитывать, вашу задачу на максимальное количество вопросов ответить правильно. 3, 2, 1, поехали. Место ожидания автобуса? Автобусный остановок. По какой причине нельзя играть возле дороги? Потому что не можно создать аварийную ситуацию. Отлично. Бывают ли запрещающие знаки треугольными? Нет. Отлично. Какой линии разделяется встречное движение? Сплошной и прерывистый. А что из перечисленного относится к маршрутному транспортному средству? Трактор, автобус или грузовик? Автобус. В чем ошибка? Любой ребенок может сесть на велосипед и поехать по дороге. Ошибка может быть в том, что ребенок, ему не застит 14 лет. Отлично. Правильно. Разрешается ли в 11 лет сидеть рядом с водителем на переднем сидении? Только в кресле. А что раньше называли мостовой проезжую часть или пешеходную дорожку? Мостовой называли... Проезжую часть или пешеходную дорожку? Мостовой называли проезжую часть. Отлично. Есть ли тормозной путь и велосипеда? Есть. Что можно ли разговаривать по телефону, переходя улицу? Нельзя, потому что не видишь ничего, что происходит. Техническими средствами, регулирующими движение, являются... Техническими средствами... Передвижение является светофор. Отлично. Ну, я медленно читал, поэтому и я успел задать вам 11 вопросов, на 11 вы дали ответ. Это отличный результат. Все уверено? Да. Поздравление наше. На всякий случай. Меня даже иногда горифники консультируют, потому что я на этом сижу. Отлично. А теперь наше традиционное фото на память. Спасибо большое, что пришли к нам. Ответили на наши, может быть, где-то наивные вопросы. Нам было интересно. Приходите к нам еще. Ну, а на этом действие нашего соседского Wi-Fi подошло к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.